Субтитры сделал DimaTorzok Для данного набора в принципе максимально приемлемо нормальная цена Не знаю, пока формулируется у меня мысль именно таким образом Дело в том, что в данном наборе вы получаете себе вполне себе годного Астрон Рекса Да, не предел мечтаний, да, есть машины и получше Но в конце концов и не самый большой шлаг, который можно себе представить И опять-таки это восьмой уровень, на котором в принципе можно еще и серебро фармить как-никак Ну а плюс к тому вы получаете Т-60, которая вышла на продажу первый раз за золото И суммарно получаете две машины усредненно по 7500 Да и плюс к тому получаете себе два обвеса, получаете два легендарных внешних вида На каждую из этих машин и если, допустим, на Астрон Рекса он меня очень сильно смущает Этот легендарный внешний вид, ну не совсем мой стиль То, что касается ТС-ки, мне заходит очень даже Люблю, знаете, вот такое что-то либо прям совсем острое и с перчинкой, как у Левчика его колосс Либо вот такое вот сдержанное, спокойное, строгое и со стилем Поэтому, что касается легендарных внешних видов, знаете, на любителя Но они здесь, ребят, есть Что касается Аватара, оценивать его даже не буду, он вообще, по-моему, ничего не стоит Есть целых 30 штук x5 в количестве 30 штучек, которые вы сможете потратить именно на ту ветку, которая вас интересует А это действительно очень удобно, классно и существенно помогает прокачивать какую-нибудь десятку Ну и плюс к тому открытое оборудование, что по вам грубым подсчетам позволит сэкономить где-то в районе 4-4,5 миллионов серебра Что я лично считаю экономией довольно-таки крутой Что касается продажи по отдельности, TS-60 объективно, как восьмерка, как, да, пускай очень годная, приятная ПТ-ха И да, я ее уже купил себе именно за 10 тысяч, потому что Астронрекс у меня есть А о самой TS-60 я мечтал Ну и в целом, можете посмотреть видео, ссылочку я положил в описании С объяснением, почему я был готов за 10 тысяч данную машину себе купить И почему я о ней мечтал И она была у меня в списке из, грубо говоря, там, 10 тачек, которые нужны мне в ангар прям позарез Причем машин разного уровня Короче говоря, реальная цена на TS-60, объективно, нормальная цена Это 8-8,5 тысяч в голом состоянии, с учетом того, что это новая машина 10, понятное дело, перебор Ну и здесь получается, что, в принципе, за 15 тогда получается в виде набора очень даже неплохо Что же касается Астронрекса за 10, то это прям совсем перебор Реальная, объективная, нормальная цена на машину Это тысяч 7,5 в голом состоянии, чисто как максималка Ну и таким образом получается, что усредненные 7,5 тысяч в легендарном внешнем виде с открытым всем оборудованием То и неплохо-то в целом получается Поэтому, понятное дело, что брать себе наборчик гораздо интересней, нежели брать какие-то машины по отдельности Ну, в частности, Астронрекс уж точно десятку не стоит Про ТС-ку данного сказать не могу, по одной простой причине, потому что я уже ее купил себе за 10 тысяч Выбора другого не было, ребят, не могу ждать, пока появится на продаже по какой-нибудь более приемлемой цене Уж больно хочется на ней играть уже прямо сейчас, не откладывая в долгий ящик Что касается Астронрекса Астронрекс прикольная машина, местами неплохо забронированная Понятное дело, что с картонным корпусом, но это СТ-шка Корпус не такой уж и большой А вот жбан довольно-таки немаленький Хотя, в целом, сама машина не сильно большая Ну и, по большому счету, на ней периодически получается даже сваливать, чтобы в вас не попали Что касается ТС-60 Странно, интересная ПТ-ха, которая действительно вас удивит своим геймплеем Вообще ни на что не похожим Заднее расположение рубки Причем рубка поворачивается полностью на все Если я правильно помню, 360 Сейчас проверим А, нет, все-таки ограничения есть Но, слушайте, я был уверен, что она на все поворачивается Потому что сколько раз на ней играл, серьезно, как-то не заморачивался Мне постоянно этого поворота хватало Ну, по крайней мере, вот это ограничение я ни разу не ловил в бою С собственными ощущениями Ладно, здесь все-таки требовала уточнение информация Ну и, в конце концов, теперь вы знаете, что на 360 не поворачивается Но, поверьте мне, это не является никакой вообще Причиной для того, чтобы на данную машину не смотреть И не является каким-нибудь, не знаю, там Ложкой дегтя Либо занозой в пятке Что касается брони Броня здесь есть Круто забронирована рубка в лобовой проекции Да, есть картонная вот эта вот кепка Да, есть картон вот здесь Но есть неплохая приведенная броня Да, по корпусу нет брони Такой красно-сияющей Но и этой брони порой даже неплохо хватает Особенно, когда вот так как-то становитесь Здесь приведенка 300 мм Да, нижний бронелист похуже будет Но, все-таки, верх довольно-таки круто забронирован Когда вы играете Многие говорят о том, что ТС-ка хреново тем, что Заднее расположение рубки Это очень неудобно, некомфортно Ребят, это наоборот даже лучше, чем у многих ПТшек Потому что из-за какого-то укрытия Типа здания, допустим У вас нет необходимости вылазить полностью всей мордой Да, то есть, ну, играя вот так вот прямой проекцией На другой ПТхе Вам необходимо выехать из-за угла Каким-то образом Потом как-то повернуться Ну и таким образом выцеливать кого-то И надеяться на то, что у вас вот эти вот Горизонтальные углы наводки Они будут достаточны для того, чтобы довернуть орудием Ну, короче, свои хабата тоже есть У ПТшек, у которых рубок нет Здесь рубка есть И заднее расположение рубки позволяет вот так вот делать И играя как, грубо говоря, там на тапке На ВК-72, на клинке И на подобных машинах с задним расположением башни Из-за какого-нибудь здания Вот так вот полуромбиком Выехать Пряча по большой части Свой нижний бронелист Имея хорошую приведенку в верхнем бронелисте Имея классную приведенку по бортине И плюс еще неплохо забронированную морду Вашей рубки Выехать Дать выстрел И назад закатиться Поэтому это, наоборот, даже плюс для ПТшки В данном случае Нежели минус Я говорю о заднем расположении рубки Что касается сравнения с другими машинами ТС-60 просто хорошо сбалансирована Она не выпячивается вперед ни одним из показателей Нет заоблачной альфы Нет заоблачного ДПМ Нет заоблачного времени перезарядки Здесь просто все хорошо сбалансировано И все комфортно То, чего действительно не хватает машине Это подвижности Но с этой подвижностью Поверьте мне Вы справитесь Вам ее будет, в принципе, достаточно Для того, чтобы поехать туда, куда нужно И быть там, где надо Для того, чтобы быть полезным в своей команде И настреливать А именно настреливать Основная задача данной ПТхи Очень точное орудие Как я уже сказал, хорошо сбалансированное 388 единиц альфы Все действительно крайне приемлемо Что касается ее процентов по победам То здесь особо пока смотреть не на что Потому что 232 игрока Счастливые обладатели данной машины Играли за последнее время на ней И набили, ребят, 54,5% Вроде бы и не сильно круто Но в то же время Давайте будем говорить откровенно Данная машина игралась всего лишь 232, о, склонил правильно Игроками И вот этот показатель Он пока еще не является Прям действительно золотым показателем Нормальное золотое будет тогда Когда здесь будет хотя бы 500-700 игроков И тогда вот здесь стата немножко выровняется И мне кажется, что она должна будет подняться Короче говоря, в отношении играбельности Машина классная Переходите по ссылочке Посмотрите, там два видоса Один видос, касающийся ТСК Когда она в игре только появлялась Там абсолютно честный обзор А второе видео Это видео, заснятое буквально пару минут назад Я купил на основе себе данную ПТ-ху И там ее катаю Короче говоря, зайдите, посмотрите Я думаю, вы все поймете Что касается Астрон Рекса Астрон Рекс далеко не предел мечтаний Огромное количество СТ-шек есть на восьмом уровне Но я все СТ-шки с восьмого уровня выбросил Кроме тех, которые действительно должны быть в сравнении А это те СТ-хи, которые обладают барабанными орудиями Прогу отсюда я сейчас исключаю Потому что у нее система до зарядки А это не честное сравнение И оставляем машины исключительно с цикличными барабанами Что стоит отметить? Стоит отметить, что Астрон Рекс, как я уже сказал Не предел мечтаний И не является самой крутой СТ-хой с барабаном на восьмом уровне Это факт Дело в том, что основные камни преткновения Которые действительно занижают возможности Астрон Рекса По сравнению с другими машинами Ну, во-первых, начнем с того, что у него Три снаряда в магазине, а есть, допустим, тот же самый Дефендер МК-1, который имеет четыре снаряда в магазине И при этом, ребят, несмотря на то, что у него Альфа меньше Имеет выше ДПМ Благодаря бешеной скорострельности Через каждые две секунды вы отправляете По снарядику Это, по-моему, довольно-таки неплохо По сравнению с тем, что на Астрон Рексе Вы отправляете через три с половиной секунды По снаряду Это действительно существенная разница в полторы секунды Которая существенно влияет на количество наносимого урона Ну и плюс к тому стоит отметить, что барабан перезаряжается у Астрон Рекса Грубо говоря, 22 секунды При том, что у Дефендера МК-1 Перезаряжается 16 секунд Согласитесь? Ну, тоже крутая разница Практически в... сколько там получается? 6-7 секунд Ну, я бы сказал, что это, ну, прям действительно существенно Стоит отметить, что вот это вот время перезарядки снарядов между собой в магазине Для Астрон Рекса играет злую шутку Потому что очень часто бывает такое, что ты успеваешь откинуть два снаряда А третий уже выбросить не успеваешь И вот здесь, ребят, нам необходимо сравнивать Астрон Рекса, допустим, с тем же самым Господи, Бураском У Бураска ДПМ, можно сказать, такой же Чуть-чуть выше пробития И, что самое классное, выше альфа 320 единиц за выстрел Против 290 единиц за выстрел у Астрон Рекса И что в итоге мы получаем? Мы получаем, что на Бураске вы делаете один выстрел Через 2 секунды делаете второй выстрел Гарантированно накидываете в среднем 620 единиц урона Да, это уже больше, чем за два снаряда у Астрон Рекса И потом у Астрон Рекса вы еще думаете Что делать с последним снарядом? Стрелять, ехать искать кого-то Или сразу уходить на перезарядку на 22 секунды А на Бураске игра это делает за вас Вы уже перезаряжаетесь Поэтому, в принципе, я бы сказал так Астрон Рекс далеко не предел мечтаний Если нет в коллекции Бураска Если нет в коллекции Дефендера МК-1 То, понятное дело, что лучше остановите свой выбор На вот этих двух машинах Нежели сейчас покупать Астрон Рекса отдельно Если ТС-ка у вас уже есть А вот если ТС-ки у вас нет И вы хотите себе данную машину получить То я бы рекомендовал все-таки покупать набор Что касается сравнения Бураска и Астрон Рекса Как я говорил в начале обзора по броне Астрон Рекса Здесь есть чем танкануть И здесь бывают рандомные рикошеты А вот у Бураска Похвастаться в этом отношении нечем Здесь вообще нет брони Его пробивают все Но в то же время стоит отметить Что Бураск существенно меньше по размерам Он как блоха, прыгающая по карте Которую действительно очень тяжело зацепить Кстати по поводу передвижения по карте Стоит отметить что Астрон Рекс допустим Скорость вперед имеет 52 километра Что не дотягивает Не дотягивает до Бураска У которого 60 И я бы сказал что играется по ощущениям Приблизительно как тот же самый Defender MK1 Дело в том что Астрон Рекс С места не срывается Ну и соответственно Вот эти 52 километра вперед Это вот чисто знаете такая крейсерская скорость Которая позволяет перетягиваться с позиции на позицию Пока ты перезаряжаешься Но рассчитывать на то что вы будете прям летать по карте Я бы не рекомендовал Так что же делать Покупать или не покупать Я сейчас попытаюсь высказать свое субъективное мнение А вы свое обязательно пишите в комментариях Я понимаю что я не 100 тысяч золота И всем нравится я не могу Ровно какие мои позиции и взгляды Но моя позиция следующая Если у вас нет ТС-60 И нет Астрон Рекса И при этом вы хотите себе ТС-60 Потому что это годная, прикольная, классная ПТ-ха И вы ПТ-вод То я бы рекомендовал покупать все-таки в составе набора Потому что я вполне спокойно отдал за ТС-60 10 тысяч голды за ее голое состояние В данном наборе считайте что вы за 10 тысяч голды покупаете машину в легендарном внешнем виде С открытым всем оборудованием Получаете себе 30 штук Х5 И при этом все получаете еще себе обвес для ТС Ну а за оставшиеся 5 тысяч вы получаете себе Астрон Рекса К которому открытое оборудование Легендарный внешний вид И обвес Вот такая вот математика простая Поэтому если покупать То в составе набора Если Астрон Рекс у вас есть То понятное дело что набор вам не нужен Ну и соответственно если вы имеете ТС-60 То вам Астрон Рекс отдельно уж точно не стоит покупать Ну и уж тем более не стоит покупать набор Потому что получить компенсацию серебром за имеющуюся ТС-ку Это занятие такое себе Вот такая моя позиция Вы свою обязательно озвучиваете в комментариях Я пошел снимать следующее видео для вас И в следующем видео выкатываем Астрон Рекса из ангара Для того чтобы посмотреть на что он способен Жду вас на видосе Жду от вас лайков, ваших комментариев И обязательно подписок на канал Мира вам друзья мои И обязательно спокойствия Пока-пока